Молодые ученые стран Организации Исламского Сотрудничества соберутся на Конгрессе в Казани. 22 ноября – День Психолога в России. На замерзшую реку ни ногой. 20-летие кафедры зарубежной литературы. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Мартынов. С 2023 года 22 ноября отмечается профессиональный праздник – День Психолога. В Миноборнауке России состоится награждение ведущих психологов, а в вузах по всей стране пройдут темактические мероприятия и акции. Институт психологии образования Казанского университета, конечно, не остался в стороне. Танцы, песни и церемонии чествования лучших – это только малая часть обширной концертной программы, которая стала отличным дополнением к праздничному настроению. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. День Психолога в стране отмечается 22 ноября. Дата выбрана не случайно – в честь первого съезда Российского психологического общества. Этот праздник не носит официальный характер, однако является важным для всех специалистов в области психологии. В Институте психологии образования с размахом отметили именно его – значимые события для преподавателей, а в будущем и выпускников этого направления. На мероприятии присутствовали профессорско-преподавательский состав и руководство института. Директор Айдар Калимулин выступил с приветственной речью и поблагодарил каждого, кто внес вклад в становление и развитие направления психологии. И это очень важная работа, потому что психологическое благополучие, психологическая безопасность сейчас являются самыми, наверное, актуальными элементами нашей жизни. И наши высококвалифицированные выпускники, которых мы каждый год выпускаем из стен Казанского федерального университета, являются, наверное, гарантами этого благополучия. Ну а какой же праздник без культурной программы? Студенты Института психологии и образования подготовили танцевальные и песенные номера, чтобы придать мероприятию радости и убедить гостей в том, что отмечать профессиональные события следует громко. Чередуя музыку с официальной частью, студенты были награждены грамотами за активный вклад в науку и становление вуза. Как отмечает Леонид Попов, профессор кафедры клинической психологии и психологии личности, в их нелегкой профессии каждый должен руководствоваться научными знаниями, а главное их цель – помощь людям. Я бы пожелал хорошей продуктивной работы, прежде всего, и о том, что надо всегда помнить лозунг Бехтерева, что психология – это и наука, это и практика. То есть он, скажем так, девизом психоневрологического института сделал у себя познать человека и помочь человеку. То есть психологи должны в определенной степени руководствоваться научными знаниями. Все-таки главная цель направить на то, чтобы помогать людям в их преодолении депрессии, в преодолении тех состояний, которые сейчас погружаются в значительную часть нашего сообщества. По данным правительства России, в стране более 7 миллионов человек работают в сфере оказания услуг психологической помощи. Существует около 63 отраслей психологии. Общая психология, судебная, правовая, детская, социальная и многие другие. Каждая из них нуждается в поддержке и внимании со стороны общества, чтобы день ото дня отдавать себя целиком на благо ментального здоровья граждан. Елизавета Газизянова, Аделя Файзулина, Универ Новости. В актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ прошел торжественный концерт, посвященный 20-летию кафедры зарубежной литературы. На празднование собрались студенты, выпускники, ученые и опытные преподаватели ФМК. Об истории остановления кафедры и о том, как прошел торжественный вечер, смотрите далее. Открытие вечера началось с торжественной речи заведующей кафедры зарубежной литературы Ольги Несмеловой, которая рассказала об истории становления виновника торжества, подробнее об известных профессорах, которые в разное время преподавали и вели научную деятельность на кафедре. Для кафедры это действительно солидная дата, и кафедра вместе со всем университетом переживала, соответственно, все сложные моменты, слияние, образование федерального университета, переименование КГУ в КФУ, которое сейчас все привыкли, но в свое время приходило, тоже довольно непросто. Но что бы ни происходило вокруг, есть закономерности исторического процесса. Выпускники кафедры зарубежной литературы тоже не остались в стороне. Помимо тех, кому удалось приехать лично, были студенты, которые записали видеопоздравления с благодарностями к преподавателям и другим работникам, содействующим в учебном процессе. Поэтому в течение всего вечера сохранялась теплая и домашняя атмосфера. Это одна из ведущих кафедр нашей высшей школы. На данной кафедре работают очень грамотные специалисты, компетентные, владеющие не только зарубежной литературой, но и в совершенстве все знают английский язык. Благодаря этому мы реализуем программу по зарубежной филологии. Это у нас английский язык, литература, ведение, переводоведение. В сегодняшний день кафедра зарубежной литературы обеспечивает литературоведческую подготовку студентов-филологов и является выпускающей по специальностям английский язык и литература, испанский язык и литература и романо-германская филология. На кафедре преподаются дисциплины, связанные со всеми этапами истории зарубежной литературы, от античности до современности. Спецификой является не только чтение традиционных историко-литературных курсов, но и подготовка по литературоведческим дисциплинам на английском языке. Кроме того, кафедра обеспечивает преподавание зарубежной литературы во всех трех высших школах ФМК и других институтах Казанского федерального университета, а также обучение английскому языку для кадрового резерва Кабинета министров Республики Татарстан. Наши выпускники поступают в магистратуру, в аспирантуру. Сегодня мы видели замечательных наших выпускников, которые работают в Америке, работают в Испании, работают в Канаде. И я думаю, что традиции этой кафедры будут еще продолжаться. И мы пожелаем данной кафедре настоящего юбилея, потому что 20 лет – это еще только рассвет молодости. Празднование юбилея запомнится надолго. Выступления талантливых ребят, благодарственные речи и искренние пожелания – все это заслуга работы кафедры зарубежной литературы, которая за 20 лет сумела открыть новые пути для Казанского федерального университета и его студентов. Аделина Абдрахманова, Кристина Отекина, Александр Кузнецов. Универновости. Поддержка дипломатических отношений с ближайшими дружественными странами стала важнейшей прерогативой в текущей геополитической ситуации. Именно поэтому Министерство по делам молодежи Республики Татарстан и Казанский федеральный университет направляют все свои силы именно в это. О проведении второго молодежного научного конгресса стран Организации исламского сотрудничества на базе КФУ объявил министр по делам молодежи Татарстана Ренат Садыков. В пресс-центре информационного агентства «Татаринформ» прошла конференция, приуроченная ко второму молодежному научному конгрессу стран Организации исламского сотрудничества. Министр по делам молодежи Республики Татарстан Ренат Садыков приветственной речи отметил, что в республике создаются все условия для комфортного пребывания и обучения молодежи и стран превалирующим исламским населением. Проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев выразил готовность вуза к принятию студентов из зарубежья и активной научной работе с ними. А председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова затронула новый проект – премию молодых лидеров БРИКС и ШОС, который сможет помочь иностранным молодым людям раскрыть свои таланты и способности. Молодежная международная дипломатия делает большие шаги, делает большие усилия для того, чтобы как минимум на уровне молодежных организаций, которые сотрудничают уже много лет, это сотрудничество и эта кооперация продолжалась и усиливалась. Международный научный конгресс стран организации исламского сотрудничества – это крупнейший проект в Республике Татарстан, нацеленный на развитие научного сотрудничества России с более чем ста странами. Для ученых из Азербайджана, Бангладеш, Буркино-Фасо, Египта, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана и других государств конгресс станет точка объединения. Ключевая цель – создать все условия для интеграции в научной сфере, которая затрагивает все стратегически важные проекты для процветания стран и регионов. Те ребята, которые будут приезжать по итогам отбора на наш конгресс уже второй раз, это ребята, которые уже занимаются наукой. Это очень важно. То есть они уже проходят серьезные сети отбора у себя в странах, потому что они так или иначе презентуют уже где-то свою работу, они имеют уже публикации по своему направлению. Стоит отметить, что программа Международного научного конгресса стран-организаций исламского сотрудничества наполнена мероприятиями, которые направлены на объединение умов исламского мира. Так, в прошлом 2022 году на протяжении трех дней ведущие ученые обсуждали глобальные мировые научные вызовы, среди которых урбанистика, нефтегазовые технологии, медицина и многое другое. Одним из итогов стала программа молодежного научного сотрудничества, которая включает в себя стажировки российских ученых в странах Организации исламского сотрудничества. В 2023 году конгресс пройдет с 26 по 29 ноября. Для участия во втором молодежном научном конгрессе стран Организации исламского сотрудничества было получено более тысячи заявок из 72 стран. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Период с ноября по декабрь является одним из самых опасных из-за осеннего льда, который до наступления неустойчивых морозов остается непрочным. В Казани уже не первый год были зафиксированы трагедии, связанные с людьми, которые из-за неосторожности оказались в ледяной воде. О правилах поведения на льду и мерах безопасности зимний период узнаете в следующем сюжете. На протяжении недели в Казани наблюдаются заморозки и минусовая температура воздуха, с которыми связаны появление иния и покрытие водоемов тонким слоем льда. В этот сезон Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, особенно на чеку. Несмотря на относительно недавнее заледенение водоемов, уже были зафиксированы случаи спасения граждан, провалившихся по неосторожности или нет под лед. В зимний период, когда имеется уже лед, ледовое покрытие, мы используем судно-воздушные подушки. Помимо этого, судно-воздушные подушки на территории нашей республики дежурят в 10 точках. То есть с момента начала ледостава и до окончания ледостава, когда уже лед становится крепким и по нему безопасно ходить, в 10 точках республики Таштан дежурят судно-воздушные подушки в круглосуточном режиме. И то же самое весной. Как только лед начинает, становится уже рыхлым, неустойчивым, люди начинают проваливаться. Тоже так же организуется работа 10 спасательных постов. За осенний период, то есть за период ледостава в прошлом году получается, у нас было порядка 12 выездов. Человек 6 мы смогли все-таки вытащить. Как правило, вода замерзает неравномерно. По частям. Сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. На озерах и прудах лед появляется намного раньше, чем на реках, где течение задерживает его образование. Но даже при таких условиях лед может быть неравномерным по толщине. Поэтому сейчас не стоит выходить на столь небезопасную поверхность. Но если обстоятельства вынуждают, то лучше находиться в компании с кем-то, чтобы в случае непредвиденной ситуации кто-то мог оказать первую помощь. И экстренно позвонить в службу спасения по номеру 112. На тонкий лед лучше вообще не ходить. Вот сейчас, допустим, в наше время. Если вы подходите к кромке воды и потрогали ногой, вроде лед держит, это не говорит о том, что можно выходить. Потому что вода замерзает, как правило, не от середины водоема и не от того места, где течение. Вода замерзает с кромки воды. Там лед наиболее толстый. Если вы сделаете пару-тройку шагов, то наверняка придете в настоящий момент времени, когда еще лед не крепкий, наверняка придете в ту точку, где лед под вами провалится. Поэтому лучше не выходить. Но если уже такое случилось, то, само собой, нужно по тому же пути, по которому вы шли, то есть не меняя траектории, ровно на 180 градусов, и по этому же пути, по тому льду, который вас выдержал до определенного момента, по этому же льду нужно выбираться назад. Если под вашими ногами все же треснул лед, не стоит паниковать и совершать резких движений. Чтобы не погрузиться в воду с головой, нужно широко раскинуть руки, оперяться локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постараться забросить ногу, которая ближе всего к кромке, и, вытащив вторую, выкатиться на лед. Добравшись на безопасное место по уже проложенному ранее пути, лучше всего раздеться, выжать на мокшую одежду и снова ее надеть, чтобы снизить риск обморожения во время ожидания службы спасения. Помимо спасательного круга, досок и веревок, в работе службы спасения используют суда на воздушной подушке, которые помогают не только передвигаться по воде с выходом на берег, а в межсезонье по снегу, ледяной шуге или плавающим льдинам, но и выиграть время на пути к пострадавшим. Пользуя все подручные средства, какие только возможно, если это берег, там могут валяться палки какие-нибудь, доски, если этого нет, то значит нужно лечь на живот и по тому же пути, по которому ваш товарищ продвигался к тому месту, где он провалился, поэтому же следы по его же ползком, раздвинув пошире ноги, пошире руки, ползком продвигаться к нему. Если вы понимаете, что вы не сможете ему подать руку, что может повлечь за собой, и вы тоже провалитесь на этой же кромке льда, использовать можно все, что угодно. Верхнюю одежду, то есть если по рукавам растянуть, это получится уже метра полтора-два. Верхнюю одежду, шарфы, веревки какие-то. А вообще существует приспособление для рыбаков, которые передвигаются по льду. Когти специальные продаются они у магазинов рыболовных, которые необходимо иметь при себе. В случае необходимости их надо доставать из кармана и выбираться. Несмотря на соблазн прокатиться на своих двоих по неокрепшему льду, стоит помнить, что безопасность всегда должна быть в приоритете. За недельные заморозки корка льда еще не достигла нужной толщины, чтобы человеку или животному можно было безопасно передвигаться по водоемам. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универ Новости. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова